Виталий, приветствую тебя! Очередная торговая неделя. Мы с тобой первый эфир в понедельник. Разбор фундаментальный, технический, традиционно делимся идеями для тех, кто смотрит, следит за нашим с тобой совместным контентом, аналитическим творчеством. Ну и, конечно же, стараемся быть полезными, друзья, потому что очень хотим, чтобы у вас была достаточно водной информации для принятия инвесторешений, особенно в таких условиях, как сейчас, потому что рынки очень интересны, фундаментальный фон глобально, локально насыщен, я бы даже сказал, даже перегружен на фундаментальные события. Ну, наверное, благодаря этому мы тренды можем более-менее отследить. Короче, рынки интересны. И все это мы с Виталием комментируем, подсказываем. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Так, ну что, у нас в прошлой неделе мы с тобой последний эфир провели в среду. Это когда еще до заседания ОПЕК, по сути, до оглашения итогов, до выхода данных по Non-Farm Perls. Короче, это сейчас уже реальность, которая отгремела на финансовых рынках, хотя, наверное, по доллару еще не все мы отыграли. Сегодня более-менее нормальные с точки зрения ликвидности торговые сессии. В пятницу, разумеется, из-за старостной пятницы рынки были закрыты. И сегодня трейдеры как раз будут продолжать отыгрывать эти новости. В двух словах, если сказать, сейчас для доллара реально на Блумберге видел заметку, как минутка славы. То есть сейчас и очень эффектная масштабная кампания по вакцинации, очень оптимистичная риторика Байдена, наследие экономических стимулов на 1,9 триллиона, проект модернизации экономики инфраструктурной еще на большую сумму, улучшенные перспективы. Да еще и Non-Farm Perils, который оправдал ожидания оптимистов и даже сверхоптимистов, потому что фактически прирост был больше, чем на полмиллиона, там чуть не дотянули даже до 1 миллиона. Уровень безработицы снизился до 6,5%. Это, конечно же, позитивный фактор для рынка труда, но и в целом для американского доллара. Но вот сегодня следил, опять же, я за тем новостным фоном, который есть. Многие считают, что сам факт того, что настолько сильно реально сейчас активно восстанавливается экономическая активность США, настолько сильно сейчас улучшаются перспективы американской экономики, это может привести к тому, что трейдеры вынуждены, или не знаю, как даже сказать правильно, пересмотреть свое отношение к риску. И в таких условиях решат зарабатывать на рисковых инструментах рынка Forex, на фонде европейской, американской. Да и, в принципе, фондовый рынок мы видели на прошлой неделе, там, обновление исторических максимумов. Мы с тобой ранее ожидали, что фондовый рынок до 4 тысяч доберется S&P. В принципе, это произошло даже локальный максимум еще выше. И сейчас все ставят на то, что будет 4,5 тысяч пунктов, потому что другого не дано при таких стимулах, которые сейчас реализуются. Давай тогда графиком. Так, секундочку. Так, начнем мы с европейской валюты. Здесь сразу сделка с L-limits, отметки 1.1760, стоп-лосс 1.1820 и тейк-профит на уровне 1.16. По евро я остаюсь скептиком только по простой, я думаю, понятной всем причине, из-за того, что еврозона – это эпицентр третьей волны COVID-19 сейчас. И ранее ограничения, мы помним, были жесткие, введены в Германии, в Италии, Франция продлил ограничения до конца апреля. И сегодня, когда я записывал свой брифинг на нашем канале о маркетсе, я, признаться, очень хотел бы прокомментировать позитивный фон, связанный с улучшением динамики по количеству заболевших. Но вот в этих регионах, которые я назвал, за минувшие выходные, к сожалению, картина только ухудшилась, количество заболевших продолжает расти. И я думаю, что вот этот фон ковидный третьей волны, он будет очень сильно влиять на бизнес-настроение, на потребительские настроения. И считаю, что логика в этом ключе будет предполагать все-таки больше интерес к коротким позициям по главному валютному риску. Даже не смотреть здесь на доллар, ни на что другое, просто для пары евро-доллар более ведущим новостным фоном может оказаться ситуация непосредственно в еврозоне фундаментальной. Ну, сделку я уже назвал. Так, по золоту пока что новых рекомендаций не будет, хотя мы отбились реально от поддержки 1680. И раньше я комментировал индексы рыночных настроений, которые показывают, что делают большинство, что меньшинство. И сейчас мы видим то, что начинает преобладать уже продажи. И как бы руководствуясь этой логикой, рынок идет, опять же, уже по другому пути наименьшего сопротивления. То есть в данном случае развивает восходящую динамику. Но я больше в отношении золота склонен. Это как бы не идея локальная, а просто тенденция, что золото будет восстанавливаться. Потому что я все-таки делаю на него акцент из-за актуальных инфляционных рисков. И мне кажется, что по американской экономике эти риски еще крайне недооцениваются. Фондовый рынок 4031 мы протестировали. Фактически цели по СНП были достигнуты. На мой взгляд, сделка была предсказуема. И даже сейчас, если я задастся целью все-таки попробовать спрогнозировать, что с рынком может произойти дальше, я обеими руками за то, что фондовый рынок, скорее всего, продолжит восстанавливаться. Те, кому интересно зайти в новую локальную сделку, можно дождаться коррекции в районе 4000 пунктов и оттуда уже снова покупать. Рынок нефти 64,02 котировки. В целом, длинные позиции пока в приоритете. Решение ОПЕК, оно отчасти меня удивило, потому что я был уверен, что страны ОПЕК не станут менять уровень нефтедобычи. Но в итоге есть то, что есть. Со следующего месяца, на май и июнь, объем нефтедобычи будет увеличен на 350 тысяч баррелей. В июле, возможно, еще рост на 450 тысяч. И Саудовская Аравия планирует отказаться от одностороннего сокращения добычи на 1 миллион, тоже посредством постепенного увеличения производства. Но хочу провести аналогию такую, что рынок нефти, анализируя с позиции спроса и предложения, мы все равно сейчас вместе с мировой экономикой продолжаем находиться в условиях дефицита предложения примерно на 1,3 миллиона. Об этом говорили ранее эксперты Международного энергетического агентства. И это, мы помним, было в качестве цифр опубликовано в последнем докладе ОПЕК. Но там у них цифры разнятся в диапазоне от 1 до 1,3 миллиона. Даже если предположить, что стороны ОПЕК будут в следующем месяце, в мае и в июне, увеличивать производство на вот эти 350 тысяч, мы понимаем, что все равно на рынке меньше нефти, чем потенциально может потребоваться в те же самые ближайшие два месяца, учитывая то, что мировая экономика за счет США, скорее всего, продолжит расти и требуется больше аппетита. Поэтому по нефти я все-таки держу длинную позицию и считаю, что мы точно доберемся до уровня 67 и выше. Так, по фунту еще хотел дать рекомендацию. По фунту эта сделка абсолютно противоположная тому, что я говорил по евро. По евро мы следим за фоном по еврозоне негативным, шортим европейскую валюту. А фунт, на мой взгляд, интереснее сейчас для покупок. Поэтому сделка будет с отложки 1,38, стоп-лосс 1,3740 и тек-профит 1,40. Здесь продолжающиеся этапы по смягчению карантинных ограничений. Компания по вакцинации, хорошая статистика. Это, кстати говоря, последние данные по ВВП, как мы помним, превзошли ожидания экспертов и стали логичным предложением опубликованных ранее отчетов, сильных по промышленному производству и сфере услуг. Короче, в британскую валюту я верю. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Всегда сейчас пройдемся по темам, которые я в прошлый раз обсуждал. Итак, ну, по золоту комментарии. В принципе, с тобой согласен по поводу того, что стоит ожидать возможного ланга. На текущий момент, что с технической картиной. В среду говорил об уровне поддержки сильного. Возможно, что будет здесь ложный пробой. Его не нарисовали, ушли, просто отбились. Почему мы просто отбились? Возможно, здесь рисуется по золоту двойное дно. И вот этот тренд, который у нас идет, нисходящий несколько полгода, скажем, возможно, он будет разворачиваться через двойное дно. Вот такую фигуру. И сейчас стоит, здесь если будет какая-то протоколка, мы, в принципе, больше или тоже, больше уровня, это еще 720. Возможно, какие-то ланги, возможно, там через какую-то более глубокую коррекцию. То есть пока золото, если торговать через такую идею, не должно обновлять вот эти минимумы. Конечно, здесь волатильность сильная и сильным объемом не закупишься, потому что тут лоссы большие. Но пока идея с лангом, она, возможно, и, скажем, стоит здесь где-то искать хорошие точки входа на покупку, там, с каким-то небольшим стопом, потому что сейчас поставить стоп сложно. Но пока золото. Дальше. Нефть. В прошлый раз у меня было другое мнение по нефти. Я был шахтистом. Гаврилу, все, что ниже уровня, так, 65, точнее, это было 64,75, там плюс 65,30 еще назывался дополнительный уровень. Я говорил, что ниже этого уровня я рассматриваю только шарты. Возможно, какие-то еще проколы я ожидал, вариант. Мы, в принципе, неплохо отработали от этого уровня. Падали на прошлой неделе более 200 пунктов. Это достаточно неплохо. Конечно, ожидал пониже нефть, где-то в район 60, и, возможно, еще ниже. Есть еще шанс туда уйти. Пока я придерживаюсь аналогичного шарта, то есть кто не шартил, я дальше говорю о шартах в секущих или снова при ретесте 64,75, возможно, открывать шарты со стоп-лоссом за хайи, то есть где-то в районе 66, и дальше ожидать снижения по данному инструменту. Дальше, что еще говорил, по фунту. Говорил, как закроется у нас, получается, понедельник, это пятница, четверг, среда. Говорил, как закроется среда, если мы закроемся бычьей дневкой, то здесь скорее будут лонги. В принципе, мы закрылись, как мы видим, вот среда у нас закрылась бычья дневка, мы пошли в рост. На текущий момент тоже с тобой согласен, что дальше возможен лонг. В принципе, аналогичные данные, то есть при коррекции, там в районе 38, может, чуть-чуть пониже, возможно, и нет. Пока за лонг, отмена, если мы будем пробивать вот эти минимумы. Пока тоже согласен с тобой за лонг. Обязательно нужно соблюдать риски, потому что мы можем здесь и хорошенько провалиться по данному активу. Дальше. Евро-доллар. По евро-доллару здесь говорил о возможных лонгах, что скорее бы я покупал в среду. Мы, в принципе, чуть-чуть подросли, там, с уровня, там, где-то 17-30, мы торговались, ну, там, полфигуры мы отросли. Понятно, волатильность небольшая. На текущий момент по евро-доллару вот желательно, как закроется сегодняшняя дневочка. Вот, ну, давайте так, в общем, я концепцию по евро, я уже где-то последнюю неделю, и даже... Так, сейчас у меня уйдет. Вот, у меня есть такая концепция, что, возможно, это все по евро в последние три месяца идет коррекция. И сейчас, скажем, такие уровни для покупки, они интересные. Понятно, нет сильных сигналов. Вот, все, что выше уровня, там, 1.17, возможно, пробовать с определенным риском небольшим покупать. Возможно, мы чуть-чуть еще ниже 1.17 опусимся, где-то в район вот этой поддержки, там, 16-20. Возможно, туда не дойдем. Вот здесь еще можно будет покупать. Но это уже по факту будем смотреть технически. Будет ли там рисоваться точка. Это так, я наперед свое мнение, среднесрочное. Если мы эту зону удержим, так скажем, 1.16-20, вот эти минимумы, которые у нас были в, так скажем, сентябре, октябре, ноябре, прошлой осени, то у нас, возможно, здесь рисуется сильный лонг по евро. Мы уйдем, ну, как минимум, на коррекцию, хорошую такую, 50% как минимум, возможно, на перехайе по евро-доллару. А если уже там пронесем вот эти уровни, то здесь, скажем, тот вариант лонг-хау, он будет отменяться, поэтому пока на сегодня, что бы я посоветовал, точнее, на вторник, вот если мы сегодня понедельник закроемся в большей пятнице, вот этого минимума 17.50, то здесь можно будет пробовать купить со стоп-лоссом где-то в районе там 17.20, 17.25 и так далее. Можно, конечно, пробовать секундчик, там вдруг специальный лодку, но есть шанс, что мы можем провалиться и уйдем. Ну, конечно, здесь стопы небольшие, там 20-30 секундов. Есть такие моменты рискованные, что можно это пробовать. Возможно, здесь нарисуется моделька неплохая для лонг-хау. Пока у меня такая концепция, я буду пробовать вот этот следующий месяц у нас, ну, текущий, точнее, апрель, пробовать искать лонги по евро, если там будут выносить снова. Конечно, есть риск, что я буду там ошибаться там длительное время, но, скажем, с той целью, что буду искать лонг. Еще, как вариант, можно захеджироваться таким инструментом, как российский доллар, попробовать его шартануть с текущих, это 70.0, 76.0-0, если мы еще там откатим в район 76.20, со стоп-лоссом где-то в район 76.55. Возможно, мы с этой проторговки как вариант можем провалиться. Ну, посмотрим, как по всем валютам там будет, евро, фунт, куда общий настрой. Ну, еще S&P, в принципе, с тобой согласен, ну, конечно, там сейчас сложно где-то купить, там просто идет рост каких-то. Вот биткоин на выходных обсуждал с учениками по поводу шарта, немножко уже отпадал, там, суббота, воскресенье. И на текущий момент, возможно, биткоин дальше будет падать. Вот все, что ниже, вот есть сильный уровень сопротивления, 60.000, он ровно, вот видно, его сформировали там в марте, в конце марта подтвердили, в начале апреля его там пытались пробить, не смогли, и все, что ниже 60.000, еще плюс один локальный уровень, 58.400, 58.500, можно так сказать, вот этот хай воскресенье этого. Вот здесь, возможно, будет провал по биткоину вниз, обязательно 100%. Здесь, конечно, волатильность такая по 2-3 тысячи долларов в течение нескольких дней. Большим объемом тоже сложно взять, но есть ощущение, что можем здесь провалиться вниз. Как-то вот так. И закончим на биткоине. Виталий, спасибо тебе за твои комментарии по практически всему рынку. Традиционно ты широко смотришь на финансовые активы. Но осталось только следить за тем, как поведут себя рынки. Следующая встреча у нас с тобой в среду. Тоже посмотрим, где там будем мы по тем рекомендациям, которые дали по инструментам. Тебе хорошей торговой недели и спасибо, что нашел время. Пока. Пока. Пока.